Вообще, правка не ограничивается работой с суставами. Правка это точно также работа с мышцами, с их тонусом, натяжением, адекватностью, формой, осанкой и много еще чего другого. Но сейчас мы будем заниматься триггерными точками. Триггерная точка может возникать в месте крепления кости и сухожилия, точнее сухожилия кости, и в месте перехода мышцы в сухожилие. И если мускулатура длинная, то точек может быть сразу две. То есть, где она перешла в сухожилие, где сухожилие прикрепилась к кости. Хотя, как правило, но чаще всего для большинства мышц это правило сохраняется. Где мышца все-таки переходит в сухожилие, там и есть триггерная точка. Крепление кости это так. Постольку, поскольку. Хотя иногда они очень рядом и вообще как отдельная большая область. Не будем сейчас касаться теории, то есть, что такое триггерные точки, почему они возникают, потому что это тема отдельного большого видео. Сейчас конкретно, что делать, то есть, как их искать, эти точки. На самом деле, точка венчает перенатянутую мышцу. Поэтому, например, шеи, например, моей в конце рабочего дня, то есть, я ищу те группы, которые больше всего перетянуты. Вам, в принципе, можно сильно не изучать, как они называются, как они проходят, потому что под пальцами, под подушечками основных пальцев очень даже чувствуется. То есть, например, вот у меня грудинно-ключично-сосцевидные, они мягкие. Первый ряд лестничных более-менее, второй ряд, о, уже больновато. То есть, конкретно мышца, прям как струна натянута. Ну, точнее, не струна, там жгут, канат, она не тонкая, она прям толстая. Так вот, нашли эту мышцу толстую, где она начинает крепиться к сухожилию. Теперь я саму длину мышцы подушечкой вот так вот поперек потихоньку проминаю. Аж голова заболела. Так, сейчас меня отпустит. Я поправлю валик. Если мы работаем с шеей, то лучше через валик. Вот, конечно, можно это делать и стоя, но голова, скорее всего, закружится, если мы делаем шею. Вот, отпустила. Хорошо. То есть, два способа найти. Если мы нашли саму мускулатуру, либо точка там, где сильнее всего болит, рядом с костью. Это вот она и есть. Либо по тому, что я на нее нажимаю, и похоже, как легким таким током по всему телу проходит. То есть, вообще, сама вот эта триггерная точка для мышцы, переход мышцы в сухожилие, это рефлексогенная область. То есть, там мышечные, ну да, рецепторы, которые отвечают за калибровку ее собственного тонуса. Детально не буду объяснять, захотите, найдете в интернете. Что мы должны сделать, чтобы убрать этот спазм и, соответственно, сама вот эта вот триггерная разошлась? Я должен ее зацепить. То есть, ну, как правило, средняя с указательным пальцем. То есть, вот она, сама мышца, я ее вот так вот зацепляю, как раз в том месте, где она в сухожилии переходит. Я ее зацепляю и отвожу в сторону. То есть, она натянута между двумя точками, эта мышца, да? Ну, любая, на самом деле. Я ее цепляю, растягиваю, то есть, ее длина суммарно увеличивается. Растягивается эта рефлексогенная область в ответ на растяжку мышцы через вот эту вот гамма-петлю. Она, ну, как я называю, перезагружает свой собственный тонус. Все время, сколько вы ее тянете до того, как она вошла в адекват, будет достаточно больно, так что готовьтесь. Технически это выглядит просто. Вот я нашел. Ой, я уже как чувствую, что сейчас будет. Я ее зацепил. Обязательно, кстати, дышать и поглубже. И без задержек, и носом, и много. А шурупу отдает. Кстати, если вот так пальцем не получается, то большим пальцем подцеплять и отдавливать точно так же эффективно. Как реагирует мускулатура? Вот я ее подцепил, вот я ее начинаю тянуть, она брыкается. То есть, она прям по пальцам мне бьет несколько раз. Ну, это попытки откалибровать мышечный тонус. Так вот, на эти попытки реагировать не надо, потому что с каждым таким толчком мне больнее, то есть, ну, такой своеобразный болевой пульс. Когда она несколько раз вот так вот делает, а я все еще ее тяну и потихонечку, так потихонечку растягиваю, растягиваю, растягиваю. Наступает момент, когда она полностью успокаивается, поддается пальцем и медленно из-под пальцев выходит. Очень красиво и грациозно. И боли в этот момент отступают, и мышца мягкая и больше не напрягается. Переходим к следующей. Скорость очень разная. Если первая у меня три удара делала по пальцу, то эта брыкнулась, расслабилась и сразу вышла. Ну, вот я то, что чувствую. Вы тоже почувствуете. Ну, третья вообще легко. Если вы начали что-то делать, то делайте асимметрично с двух сторон. С одной стороны, рефлекс этот местный. Но с другой стороны, начиная со спинного мозга, уж тем более в головном, лево-право должно быть уравновешено. Пусть даже это местный рефлекс. Какая разница? Поэтому проходим в вторую сторону. Если там ничего нет, то вам не больно. Если больно, значит тем более аккуратно проходим. О! Нашелся спазм. Оказалось, что все хорошо. Оказывается, вон там, как все зажало. Вот. Вообще, если это делать часто, то формируется вот такой вот рефлекс. То есть, я только подхожу к этой точке пальцами, мускулатура все это знает, нервная система знает раз и расслабилась. Но это если делать регулярно. То, что называется триггерными точками, мы уже определили, что это. Так вот, суть понятия и суть заблуждения в том, что сбоит не конкретная точка, а мышца на протяжении. И она спазмирована целиком. Но вы чувствуете в одном из ее окончаний, как правило, в одном, редко в двух сразу. Но, растягивая в одном, как я показал, вы влияете и на противоположную сторону прикрепления тоже. Таким образом, можно добраться до точки крепления. Что там у меня? Вероятнее всего, подъемника от точноподъемника лопатки. Еще нужно пройти через мышечные слои. То есть, как бы слои вот так упакованы. То есть, я не могу немножко пальцами это двинуть наружную, чтобы зацепить внутреннюю. Это с опытом придет. Ага, вот она. Вот я стараюсь ее зацепить и вытянуть. О, пошло. Раз и отпустил. Но мышцы тренированы. То есть, лучше всего, если я на протяжении ее цепляю и тяну вбок. Это самое хорошее. Чуть хуже, если я ее толкаю, как бы от себя. Но это зависит от мышцы. Ведь так работать можно, понятно, что по всему телу. То есть, можно с бедренной группой, можно пытаться ягодичной подцеплять. Но прочности пальцев хватило бы, а так можно. И так, на себя вот так лучше всего. От себя чуть хуже, потому что вы уже хуже контролируете ее. И она может раньше времени сорваться с пальца. То есть, когда она бьет по пальцам, она же дергается. И она может, не до расслабившись, сорваться. Ну, просто начнете сначала. Вот. И самое такое нехорошее, когда вы просто давите вниз. Во всех трех случаях, вы увеличиваете ее длину. Вы ее растягиваете. Но когда вы давите вниз, вы очень с трудом рассчитываете силу. Величина растяжки маловато. Вот. И вообще, как сказать, боли больше где-то в половину. Эффективности меньше тоже где-то в половину. Но иногда есть места, где, кроме как вниз, не надавишь. Как, допустим, я вот только что показывал. Но ничего, применять можно. Как и в большинстве того, что я даю. То есть, вы набираете опыт. И с каждым разом у вас тело знает, что вы от него хотите. И вы быстрее получаете эффект, легче. А в абсолюте вы просто раз. Ну-ка, расслабиться. И она расслабилась. Вот до такого состояния легко можно дойти.